Мы знаем, что в русском языке изначально даже эти два слова, язык и народ, были синонимами, да, помню, и все языки в гости к нам, то есть все народы в гости к нам, и действительно, каков язык, таков и народ, таково его сознание. Кроме того, мы знаем, что Восток и Запад это настолько разные, разными путями пошедшие народы и целые цивилизации, что мы понимаем, если мы хотим научиться чему-то внешнему, скажем, с техникой, еще с чем-то таким связанным, Мы должны идти к учителю Запада. Если мы хотим узнать нечто глубокое, внутреннее, духовное, мы приходим к ногам учителя Востока. И поскольку язык это понятие очень глубинное, которое непосредственно влияет на характер, на психологию народа, на его духовный уровень, то мне подумалось правильным выстроить лекцию на основе тех высказываний, которые даются именно восточными учителями. И вот получилось, что эти три высказывания и будут тремя частями сегодняшней лекции. Слова есть корабли мысли. Второе высказывание. Словарь есть история культуры. И язык есть летопись народа. Итак, слова корабли мысли. Мысли. Тут сразу понятие мысли. Что это такое? А мы знаем, что мысль это мощнейшая энергия. Мощнее которой и придумать себе невозможно. Мыслью народные поговорки вспоминаем. Словом, вернее словом, но словом именно как носителем мысли. Можно убить, а можно исцелить и даже воскресить. Словом. Но не любым словом. Если мы его щебечем без понимания, вот так звон идет, что-то там язык мелет, то никакого и не будет тогда воздействия, никакой реакции. А именно слово как носитель мысли, когда оно является оболочкой вот той могучей силы, в него вложенной силы мысли. И вот тут, о чем мне хотелось именно ребятишкам сказать, потому что мы ведь знаем, что сегодня происходит. Сегодня есть вот эти жуткие сайты, которые нацелены именно на школьников, на детей, где их подзушивают к какому-то действию, берут на слабо, как это называется. Допустим, а вот слабо тебе проглотить, скажем, ложку крысиного яда, да? Слабо, вот на камеру, давай, если ты такой сильный, крепкий, вот, или там попрыгать на подоконнике, на каком-нибудь девятом этаже. В общем, берут на слабо. И дети ведутся на это, ведутся, не думая о последствиях. Вот этот закон причин и следствий, он еще не работает в сознании у ребятишек. И вот хотела им рассказать, читала однажды современный рассказ какой-то, даже не помню сейчас, где и как, но там смысл такой. Главный герой, он проживает такую жизнь насыщенную. Он участвует в каких-то военных операциях, он несколько раз героические подвиги совершал, он на уровне правительства задания выполняет, в каких-то секретных международного характера операциях. То есть там невероятно спрессованная событиями жизнь насыщенная. А в начале жизни ему было предсказание, что ты умрешь тогда, когда совершишь главное дело своей жизни. Вот после этого ты умрешь. А он столько всего насовершал и живет. И вот он уже на пенсию вышел. И у него началась обычная размеренная жизнь пенсионера. И он все думает, столько всего за плечами. Это что, получается, что я до сих пор еще ничего не совершил? Главное, что я должен совершить в этой жизни. Вот они с другом в соседний лесок ходят гулять. Зимой прокладывают лыжню по этой лыжне. А потом идут домой. Жена уже обед сварила вкусный. И одна из таких прогулок. Они опять с другом идут, беседуют на лыжах. И слышат голоса мальчишек. Два мальчишки-подростка. Один другого. Они друзья. Но один другого вот так вот подзуживает. Стоят на краю оврага, занесенного снегом. И один другому говорит. А слабо тебе прыгнуть? А тут, да нет, мне не слабо, я прыгну. А нет, слабо тебе. И этот уже готов к прыжку. Вот все, сейчас следующий момент туда кинется. И вот этот человек, главный герой, он его хватает за шивора, оттаскивает. И говорит. Да ты что, дурак, делаешь? Ты понимаешь, что там? Мы тут были летом. Там береза поваленная у нее. Вот так вот сучья торчат. Ты бы сейчас наделся на эти сучья. И все. Мальчишки бледные, испуганные, выбегают. А этот человек хватается за сердце, оседает, оседает и падает замертво. Жена звонит по телефону мобильному. Да вы где там? Уже обед стынет. А вот он все совершил. Главное дело своей жизни. Этот мальчишка, который не совершил свой смертельный прыжок, благополучно вырастает и становится великим российским ученым. Вот такие вещи надо, я считаю, ребятам знать. Потому что ведь и на слабото берут то же слово. Ведь это же слово. Не надо держать пистолет у виска. Не надо веревку на шею кому-то надевать. Словом можно подвести убийству. А можно, наоборот, словом помочь человеку выжить и совершить то дело, ради которого он пришел в этот мир. И это все слово. Это слова, корабли, мысли. Это такая мощь невероятная, которая, действительно, с которой ничего не может сравниться. Слово, эта энергия мысли обладает магнитной силой. Мощный магнетизм. Мы неоднократно на себе это испытывали. Когда к чему-то стремишься, когда о чем-то мечтаешь, и мечта сбывается. Хотя, казалось бы, никаких предпосылок в материальном мире для того, чтобы это произошло. Нет. А она сбывается вопреки. Потому что притянулась, примагнитилась силой мысли. Так работают и открытия ученых. Ну, не смог бы Менделеев увидеть свою, ну, христианатийный пример, да, таблицу. Не смог бы он во сне увидеть, если бы он этим годами не занимался. Если бы он не думал об этом. И тогда происходит это событие. Происходит вот примагничивание того, к чему человек стремится. Это тоже великая, могучая сила. И магнетизм мысли передается Слову. И Слово тоже может быть магнитным. Вместе с этой мыслью. Кроме того, Слово, состоящее из звуков, обозначаемых на письме буквами, это вибрации. Это чисто физика. Каждая буква обладает своей вибрацией, которая, вот, ну, буква как символ звука. Звук, конечно, не на письме буква, а звук. Слово обладает своей особой вибрацией, которая заставляет отзвучать наши энергетические центры. И, соответственно, воздействует на нас этими вибрациями. А Слово, это уже определенная совокупность таких вибраций звуковых. А это уже ритм. Возникает ритм. Каждое Слово, кроме того, что оно несет мысль, оно само по себе при озвучивании его, оно дает свой особый неповторимый ритм. И этот ритм тоже может быть как благодетельным, гармоничным, так и разрушительным, смотря какое слово. Это вообще касается любого звука. Это касается и, в частности, звуков музыкальных, или того, что называется музыкой сегодня, да? То, что звучит на дискотеках. Тоже детям, можно сказать, сама как учитель, как классный руководитель 22 года в жизни. Самым страшным для меня в школе всегда были праздники, на которых дискотеки. Это полный кошмар. Но всегда после этого ужаса, на следующий день, я всегда расспрашивала детей, что они чувствовали после. Это, как правило, была головная боль, головокружение, тошнота, бледность. Были еще более страшные симптомы. И это, как правило, всегда. Сам звук, вот этот жуткий, он разрушителен. Он уничтожает нас на физическом-то уровне, а уж не говоря о более тонких наших структурах, душевной и духовной. И слова тоже. Есть слова благодатные, есть слова опасные. Опасные для жизни, для качества жизни человеческой. И это их ритм, кроме смысла. Так вот, по поводу наоборот, пример благодетельности. Есть народы, народности, которые, если человек заболел, лекарства принимают под пение определенное. У других народностей принято принимать лекарства под какой-то речитатив, или причитание, или, допустим, заклинание. И эти заклинания тоже, кроме смысловой части, имеют ритмическую часть. Потому что при изменении болезни, другая, если болезнь, то будет и другой ритм этих напевов или причитаний. Они работают именно на исцеление. Кроме самого лекарства, ритмы включают процесс исцелительный. И поэтому само качество ритма имеет огромнейшее значение. Вот это то, что касается очень кратко, очень сжато. Именно вот этого вопроса, что слова есть корабли мысли. Далее, из речения восточных мудрецов. Словарь есть история культуры. И это действительно так. Потому что словарь отражает всю совокупность идей, мыслей, которыми живет этот народ. Смысла жизни народа. То есть целиком его культуру отражает словарь, которым пользуется данный народ. Ну, мы знаем эти примеры, что, скажем, у якутов или вообще у северных народов в их языках есть, допустим, до двухсот определительных белого цвета. Потому что они живут в этих снегах. Мы говорим белый и все, и подразумеваем, да, что ну вот, да, белый снег. А у них все эти оттенки имеют определенное слово, которым это называется. Или, допустим, нам хватает слова банан, да, для определения фрукта. А те народы, которые живут там, где произрастают бананы, у них по нескольку, по нескольку десятков даже слов, которые определяют там сорт банана, его качество, спелость и так далее. Нам это не надо, мы с этим не связаны. А у них это, их жизнь, с жизнью их связано. У них это есть. Вот он, словарь. Словарь отражает те условия, в которых данный народ живет. Если мы возьмем исторический пласт, мы знаем, что в глубокой-глубокой древности была единая индоевропейская общность людей, которая затем, ну, во-первых, она продвигалась определенным образом по лицу Евразии, затем ветвилось, одни ветви шли на запад, другие на восток, третьи еще южнее, создавались уже отдельные народы, отпочковывались. Но вот когда существовала эта единая индоевропейская общность, разговорным был, скажем, древний язык санскрита. Потом он стал языком священным, на котором какие-то очень высокие духовные понятия можно излагать. Латынь. На востоке латынь называют испорченным санскритом, огрубленным санскритом. Там очень много хорней санскритских в латыни, но Рим, древний Рим, который пользовался латинским языком подразговорным, уже был устремлен к материализму, материальному. И уходили те слова, которые нечто высокое духовное обозначали. Русский язык из славянского, как Ломоносов пишет, или славянского вырастает. В нем тоже огромное множество санскритских корней. И в русском языке осталось достаточно все-таки слов, которые эти высокие, очень тонкие духовные понятия могут отразить, не искажая их, не окрубляя, не стягивая их вниз к материи. Пример, конечно, хочется, да? Пример. Возьмем такое предложение. Герой преисполнился готовности к подвигу. Попробуем перевести это предложение на любой из западных языков. Вот получится ли у нас это? Преисполнился. Такого слова нет в западных языках. Как сказать? Чтобы не понизить вибрацию слова, придется сказать «возгорелся» или даже «зажегся». Зажегся готовностью. Готовностью к чему? Слова «подвиг» тоже нет в этих языках. Кто говорит вообще ни в одном языке, кроме русского, а кто говорит именно в западных языках, нет. Но в западных точно нет. Эквивалента слову «подвиг». А как сказать? Что такое подвиг, корень, двиг, движение? И движение именно возвышающее. Мы себе представляем подвиги такие разовые. Ну, например, спасение чьей-то жизни, подвиг на поле боя. Это невероятная концентрация всех сил духа. Это такая мощь огнетения, мощи огненной именно. И человек совершает подвиг. Он его совершить может только в условиях полного самоотречения. И тут тоже вот эти русские слова, их много. Самоотречения, самоотверженность и даже самозабвение. Во имя чего? Во имя ближнего. Во имя общего блага. Христос этому учил. Он говорил, главная заповедь Христа, возлюби ближнего, возлюби высшего и возлюби ближнего, как самого себя. Самого-то себя изначально все любят. А вот ты сумей так другого полюбить. Западная психология все время пытается нас повернуть наоборот. Себя полюби, себя любимого, иначе ближнего не сумеешь полюбить. Это ложь. Мы, земляне, какой бы мы нации ни относились, мы все до единого на земле. Все человечество рождается с рефлексом хватательным. Себе, мое. Чего, кстати, нет на высших планетах. У человечества высших планет. У них нет хватательного рефлекса. А у нас у всех есть. И вот от этого хватательного рефлекса нам надо суметь к концу этого воплощения прийти с создавательным рефлексом. Надо научиться этому. С радостью отдавать, делиться. Ради ближнего, ради общего блага. Научиться любить других. И именно в этом состоянии самоотверженности, отвержения от себя только и можно совершить подвиг. И никак по-другому. А в русском языке есть еще понятие подвижник. Когда человек не только вот этот кратковременный подвиг совершает, но живет в этом состоянии годами и даже десятилетиями. есть как синоним слову подвижник, слово святой. Потому что это действительно уже следующий уровень духовный. Святой это и есть подвижник. Это движение духа. Движение духа вверх. И много таких слов с санскритскими корнями в нашем языке. Возьмем хотя бы слово человек. Чело ученик на санскрите век. Человек, вот это ученик, идущий через века. Мы сюда и приходим во имя ученичества. Ради совершенствования. Осовершенствуемся мы не ради себя, а ради того, чтобы все вокруг тоже стало более совершенным и красивым. И так далее. Культура. Культ. Почитание. В нашем языке до сих пор есть это слово. Ур. Свет. Культура это почитание света. А свет? Вы посмотрите, сколько значений этого слова в нашем языке. Свет солнца прежде всего, да? Без которого нам и не выжить. Но это еще и само мироздание, вселенная. Это тоже белый свет, на котором мы живем. Свет это общество лучших людей. Конечно, оно исказилось в течение истории. И высшим светом стали называть общество людей, высоких по званию, по своему социальному положению. Но изначально, да, это лучшие люди. По смыслу? Выйти в свет. Свет это знание. Учение – свет, не учение – дима. Так народ и говорит. Он знает, что знание – это свет. И ему нужно учиться. И так далее. У нас столько светоносного в наших корнях. И про этих людей высшего света, ведь тоже. Вот если уж к тебе обращается ваша светлость, так ты изволь и быть светлостью. Если к тебе обращается ваше сиятельство, так изволь сиять. А ваше превосходительство – пре-приставка превозносящая. И восходить, восходить нужно. Превосходный. Отсюда же. Так действуй, живи так, как к тебе обращаются. Понятно, что идеал – это одно, а реальность от идеала сносит на определенный какой-то уровень вот нашей реальности социальной. Но от этого идеал не становится тусклее. Мы должны к нему все равно стремиться. И важно, чтобы каждый наш новый рывок к идеалу при том, что сносит жизнь, чтобы сносила она каждый новый раз до уровня повыше, чем прежний. Куда сносила до этого. И тогда все равно, хоть какое-то, но будет. Карапание кверху. Огромное дело для русского языка сделал целый ряд наших великих соотечественников, но одна лекция не позволяет сказать обо всех, поэтому остановлюсь на Михаилу Васильевичу Ломоносове. И прежде всего нужно сказать о том, что Михаил Васильевич, я называю его так, как его называли именно тогда, при его жизни, не Михаил, а именно Михаилу. Михаил Васильевич, во-первых, написал первую научную грамматику русского языка. И хочу поделиться с вами вот своей семейной реликвией. В моих руках подлинная грамматика, российская грамматика Михаила Ломоносова, печатана в Санкт-Петербурге при Императорской академии наук 1855 года. Когда-то мой дед, директор школы, на все свои отпускные на черном рынке купил вот эту бесценную книжицу. И именно в ней, да, посвящена тогда еще совсем младенцу грамматика пресветлейшему государю, великому князю Павлу Петровичу. Именно здесь, в этой книге, Ломоносов говорит, вот ту цитату прочитаю, которая стала очень известна, а она вот именно отсюда взята. Он говорит, Карл V, римский император, говаривал, что и шпанским языком с Богом, французским с друзьями, немецким с неприятелями, итальянским с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми онами говорить пристойно. Ибо вошел он, нашел бы в нем великолепие и шпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатства и сильную в изображениях кратость греческого и латинского языка. Ну, после лекции можете полежать в руках, полистать. За отдельную маску? А? За отдельную маску? Я шучу. Бесплатно. Вот. Михаил Васильевич Ломоносов буквально спас русский язык в свое время. Вообще, мы же знаем с вами, что это был период, 18-й век, начиная с Петра I, когда огромное множество приглашалось в Россию немцев, датчан, голландцев и так далее. и ученых прежде всего, и Академия наук поголовно, ученые были иностранными, Михаил Васильевич говорил, удивляют, что студентов из Европы не выписывают. Вот до такой степени. Немецкие ученые-историки пытались объяснить российскую историю русскому народу. При этом оставаясь чуждыми духу народа русского. И Михаил Васильевич вступал с ними в жаркую схватку. Он писал, «Я всему себя посвятил, чтоб до гроба моего с неприятелями наук российских бороться, как уже борюсь 20 лет». И вот что он сделал для русского языка. наш великий соотечественник. Он создает теорию трех штилей. Высокий штиль, средний и низкий. Высокий штиль для... высокий штиль необходим для того, чтобы изъясняться о высоких материях, для торжественных случаев, для од, для поэзии высокой, для понимания смысла высшего духовного. И это те слова в словаре российском, которые позволяют понять вот эту высокую, чистую красоту духовную. средний штиль для театральных сочинений, для литературы, для одним словом письменной речи. Потому что люди и дневники писали, и письма дружеские друг к другу. Вот для этого служит средний штиль. И наконец низкий штиль простонародный это народная речь, которая живая речь, которой народ пользуется для обыденной жизни, для общения. Это ни в коем случае не ругательство. Низкий штиль это именно разговорный штиль. И скажем слово лицо, да? Лицо это средний штиль. Высоким штилем мы скажем лик, а низким штилем можно сказать ну и рожа у тебя сегодня, да? Вот это разговорный нормально, не обижайся. Есть слова, которые имеют единый корень, но этот корень тоже может употребляться в словах всех трех штилей. Таков, например, корень торг. Торг на русском языке означает обмен чем угодно. Товарами, деньгами, энергии, информацией и так далее. И вот в среднем штиле это торговля слово. И мы понимаем, что происходит обмен либо товара на товар, либо денег на товар. Нормальное, необходимое для жизни явление. Когда мы низкий штиль употребляем, мы скажем пренебрежительно торгаш, торговка. Но это уже подразумевает не просто, что человек этим обменом занимается, а держи с ним ухово остро, он и надуть может. Он обмануть может, если вот при этом обмене. Потому что того, кто чист на руку, так не назовут пренебрежительно. А вот в высоком штиле это слово восторг. Приставка воз указывает на восходящее направление. А торг это обмен как раз теми высшими энергиями. Это соприкосновение духа с истинной незамутненной красотой. Прикосновение скажем того же ученого к еще одной грани истины. Это любовь настоящая духовная любовь, которая тоже вызывает состояние восторга. И невозможно восторг скажем испытать, если ну я получила какую-то вещь, о которой мечтала. Это не то. Это другими словами называется. Восторг это к высшему. Обмен высшими энергиями. И когда эти высшие энергии зазвучали в человеке, в его сердце, вот этими нотками торжественности, радости неземной, то все преображается. Глаза средней штиль превращаются в лучезарные очи. Высокий штиль. Лицо средней штиль преображается в лик сияющий. Высший стиль высокий. Весь образ человека начинает светиться. Действительно светиться, потому что эта энергия так работает. И вот почему же я все-таки говорю, что спас теории трех штилей ломоносок язык наш? Да потому что пользоваться высоким штилем или как сегодня мы называем стилем можно только естественным образом пользоваться человеку, который духовно дорос до этого состояния. А это как всегда меньшинство. А большинство пользуются средним низким штилем и постепенно забываются, вымываются из сознания вот эти слова, обозначающие что-то по-настоящему высокое, духовное. А ведь неназванное не существует. Когда оно уходит из сознания, то для сознания его и нет. И вот при наводнении, наплыве, в восемнадцатом веке немецких слов русский язык, в конце восемнадцатого, в девятнадцатом французских, сегодня английских. Прямо вот тремя потопами идет в наш язык вот это иноязычие. Часть этих слов, кстати, совершенно нормально приживаются естественным образом, но часть засоряют. И чтобы не ушло вот это высокое ломоносов в теории штилей, вот по какому принципу он разделил на них, по вертикали, по духовному признаку. А в девятнадцатом веке уже началось, уже стали говорить, допустим, газетно-публицистический стиль, научный стиль, научно-популярный, там масса литературных стилей, их вариаций, профессионально-технический стиль и так далее. То есть на самом-то деле это все относится к среднему стилю, просто это разные его направления, но названо тем же словом и постепенно в сознании людей произошла каша сначала из понятия стиль, да, а потом критерий ушел с вертикали на горизонталь и стали стилями по горизонтали различать стили, а не по вертикали, как это Ломоносов сделал, не по духовному признаку, а по функциональному на горизонтали. И вот это тоже большая опасность, которую нам нельзя допускать, надо понимать эти вещи. Ну и тут что касается помните, да, о том, что наша вторая часть это словарь, как есть история культуры. Здесь тоже один момент очищения словаря, очищения народного словаря. Это уже следующий аспект я беру после теории штилей. Есть скажем, в нашем языке совершенно бессмысленные слова. Причем используется постоянно. Скажем, слово пустота. Ну вот кто в добром здравии и в нормальном сознании решится утверждать, что где-либо можно найти настоящую пустоту. особенно сегодня, когда наука уже столько всего в микро мире и в макро находит, да, ее нету. Все заполнено на разных уровнях. А тем не менее словом пустота мы пользуемся постоянно. Или допустим слово, слова, которые неверный духовный ориентир дают. Допустим то же самое очень популярное сегодня слово соревнование. Приставка со означает совместно. Со трудничества. Вместе совместно трудимся, да? Со страдания, сопереживания. А соревнование корень ревности. А что такое ревность? А ревность это испорченная преданность. когда не общему делу, не ближнему своему, а себя любимого на первое место. Для этого надо локтями поработать. Когда сотрудничество мы говорим чувствую плечу товарища. если я споткнулся, если я чего-то не сумел дотянуть до чего-то, товарищ поможет. Если товарищу плохо, я ему помогу. Плечо друга. А когда соревнование, соперничество, тут уже не плечо, тут локти пошли по отношению к ближнему. И вот это важно задумываться над глубинным коренным значением слова, к чему оно нас призывает. Ну, и, наконец, третья наша часть это язык есть летопись народа. Да, без языка не будет у нас истории, не будет памяти народной. А память сохраняется о подвигах и поражениях, о каких-то достижениях и неудачах всего народа целиком. И это очень важно для будущего, для совершенствования дальнейшего. Как положительный, так и отрицательный опыт очень важен. И вот тут мы можем взять один очень яркий пример с таким понятием, как единение. Важнейшее, ключевое, духовное понятие. Слово Русь появилось именно в употреблении и в письменных источниках где-то с середины второй половины первого тысячелетия нашей эры. Потом, мы знаем, возникает государственность на Руси, но Русью называли именно на те южные территории, которые мы сегодня относим к Украине. Скажем, новгородцы начинают называть себя впервые в летописи, русскими назвали себя в 14 веке, новгородцы. до этого. А так до этого у них в перестейных грамотах в летописях было, допустим, поехал на Русь. Это значит куда-то в Киевские земли, в Черниговские и так далее. То есть, они себя не ассоциировали с Русью. 14 век. Что это за ключевой век такой в нашей истории? А для этого надо понимать, что было до этого. До этого, когда вот то древнее государство Русь, сегодня оно называется Киевская Русь, но тогда так не называли. Просто Русь. Какие качества у народа уже были тогда? Ну, мужество, удаль, молодецкая. Это точно было. Почему? Потому что окружение кто? Сначала печенеги, потом половцы. Это степняки. Они набеги совершали. Они и договаривались с нами, и даже там браки были совместные, какие-то дела вместе против каких-то врагов выступали. А где-то набеги с какой целью? Пограбить. Что земли наши нужны? Да они вон, перекати поле. Где трава созрела, коней можно кормить, там и они. Это же степные народы, им не нужна была земля наша. Они сюда грабить приходили. И мог из города выехать один богатырь против целой тьмы степняков. и так и так рубиться, что обращал их в бегство. И один в поле воинов. Мужество, худаль, сила, все это было уже развито. но у этого качества оказалось слабой стороной другая часть, другая сторона медали. когда в 1223 году Наталту с войском Чингисхана пришлось встретиться. А почему потерпели тогда такое поражение? Постыдное, страшное поражение. Одни гнезья ввели в битву свои дружины, а другие так и простояли наблюдателями. То есть понимание значения единения не было еще в русском сердце, в русском сознании. И вот оно, Батыева, нашествие. И вот каждый князь за свое княжество и не смогли объединиться. И 200 лет. Страшная ситуация. Что такое 200 лет, когда в среднем человек лет 50 жил? Это уже сколько поколений прошло за 200 лет. В русских мужиков коленки дрожали при слове Татарин. Они выхода не видели. Надо ЕСАК отдавать, а то ведь опять придут всех повырежут поголовно. Не понимали выхода, где он, как можно освободиться. Даже мысли не знали, как направить в эту сторону. И вот тут Сергий пришел, заступник земли русской, преподобный Сергий Радонежский. И он жизнь свою положил на то, чтобы и народу, и князьям объяснить, что такое единение. и мирил этих князей, которые постоянно лбами сталкивались в стычке эти, да зачем же вы это творите-то? Ведь нужно объединиться для общего дела, для спасения Руси. А народ, народ сразу чувствует, где настоящее, со всех земель, потянулись в леса Радонежские, тропки прокладывают, кто за советом, кто за помощью, кто с болью своей, кто с желанием послужить отчизне. И начинается вот это вот движение, а всем свое слово скажет Сергий, и каждого, всех до единого, от князя до самого последнего крестьянина, он напутствовал единой формулой «помоги земле русской». И эта формула и сегодня значимости своей не потеряла. Помоги земле русской. Именно Сергий помог единению свершиться в условиях жуткой смуты, когда оказалось уже камня на камне от Руси не осталось. Трижды ему понадобилось для этого во сне Минину прийти. Кто такой Минин? Мясник обычный. Торговец. Первый раз ему приснился Сергий, собирая ополчение, единение важно для того, чтобы справиться. А поляк уже сидит в Кремле, уже все, уже править пытается. Минин не поверил. Было же уже до этого ополчения, да ничего не получается. Второй раз Сергий к нему во сне явился, третий раз, но после третьего раза уже все, уже действовать начал. С молодым князем пожарским объединился, честным по духу и получилось и дальше получалось и со шведом, и с французом, и с немцем во все века. И сегодня должно получиться, если осознаем смысл единения, это ключевое понятие, которое язык наш очень красивым словом означает, красивым, истинным, настоящим. Вот теперь проникнуться в дух объединения и вместе никто нас не одарит, когда мы вместе. Вот этот опыт, полученный в истории и сегодня совершенно актуальный, точно так же, как и века назад, этот опыт необходим. И мы опять же языком его передаем новым поколениям. Летопись, язык, это летопись народная. Куда мы без этой летописи? Без нее нас голыми руками брать можно, а с ней мы сел. Вот поэтому и в самом деле язык это основа народа. Ну вот, спасибо. Желающие можете посмотреть. Прикасаться страшно, хорошо сохранилось. летопись. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...